Знаете, мы приняли решение, что мы будем жить ради ребёнка. И вот прошёл месяц после принятия вот этого решения, это невозможно. Это просто невозможно жить двум людям под одной крышей, у которых уже ничего к друг другу нет, вообще ничего. Ни чувств, ни эмоций, ничего просто. Это просто вечный напряжение, ну, вечный напряг какой-то в доме, просто напряжение, понимаете? Я... И вот, знаете, я сейчас плакала, я плакала не из-за того, что мы всё расстаёмся, потому что мне уже не больно, потому что, ну, нет эмоций, правда. Это нормально, так бывает, что люди перегорают. Я просто плакала от того, что я не могу всю какую-то ебучую нить вот эту вот прервать, блядь, в нашей семье. У нас ведь все бабы несчастные в семье, вот реально. Да, типа... Все разошлись. Прикиньте, я, короче, я не знаю, я... Ты, короче, эту судьбу, блядь, не наебёшь, нихуя. Как бы я ни старалась, да, сука. Блин, ну... Вот так случается, так у всех случается. Это нормально, нужно идти дальше. Ну, уже не хочется. Ну, типа, знаете, потом ведь... Потом ведь опять нужно знакомиться с каким-то человеком, потому что всё равно одиночество, оно же сжирает. И ты всё равно встречаешь какого-то человека, который тебе понравится, может. Я абсолютно понимаю, что ребёнок — это не помеха, но уже не хочется вот это вот кому-то раскрываться, начинать вот это всё сначала, кого-то узнавать, вот эта ебучая притирка. И просто вот это вот... Вот эти моменты, ты думаешь, да, блядь, получше нахуй одной. Да в пизду, блядь, ебало это всё. Чёрт. Ну, вот реально всё. Реально все отношения, блядь, какой-то хуйнёй заканчиваются, да, блядь. Но я попыталась за это хотя бы не обидно. Я, типа... Обычно я просто сгоряча нахуй всё в пизду идите, все нахуй, мне вообще похуй. Но тут в этих отношениях я пыталась очень много раз. Не получается. Мне не получается, блядь. Просто не нужно навязывать семью тем, кому она не нужна. И потом думать, что семья... Охренеть, как всё просто у этих женщин, да? Да, встретила, родила. Не этот, да другой будет мужчина. Ну, знаете, это всё прикрывается. Но мне же будет скучно и одиноко. Да нет, на самом деле просто-напросто будет сложно и трудно одной поднять ребёнка. И вот этот ролик, это реально крутой пример того, что женщина не знает свою роль в семье и не знает роль мужчины в семье. Она кричит и говорит о том, что у нас это родовое проклятие. Я так понимаю, там бабка в разводе, мать в разводе, сёстры в разводе. Ну, ничего, и у меня такая же ситуация. Друзья мои, запомните, человек может семью создать только если он из полной семьи. Только так и никак иначе, когда он видит, что такое отец, что такое мать. Причём из правильной семьи, где действительно расставлены все роли и приоритеты. Во всём ином случае это называется бабья яма, где мужчин просто не уважают. Сегодня один, завтра второй, послезавтра третий.